Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о зависимостях и о том, как с ними справляться. Потому что они возникают от совершенно разных вещей. Это не только алкогольная зависимость, или зависимость от курения, или зависимость, например, от наркотиков. Зависимость может возникнуть от чего угодно. Вот, например, зависимость от работы трудоголизма, или зависимость от азартных игр, или, может быть, зависимость от отношений, от секса. По сути, зависимость – это когда человек не свободен. Это дальше раскрывает ту тему свободы, о которой я говорил. Когда человек зависим, то он стремится что-то навязчиво сделать, или от чего-то уйти, избавиться. И вот в таком колесе он бегает. Сначала его навязчиво тянет, он это делает, а потом он хочет это прекратить. В какое-то время у него, возможно, получается, может быть, даже, а потом снова он возвращается в это. И вот так, туда-сюда, вот такие вот качели. И на самом деле получается, что человек не свободен в данный момент. То есть, если ему навязчиво хочется, например, выпить или покурить, или заняться сексом, или еще что-то, пойти сыграть в казино, то получается, что он это либо делает, либо страдает от того, что ему приходится не делать это и страдать. То есть, ну, как бы заставлять себя не делать это. Свобода же заключается в том, чтобы человек мог делать, либо не делать, и при этом чувствовать себя свободно, легко. То есть, не страдать, а наоборот, чувствовать, что я могу пойти, например, сыграть в казино, могу не пойти. И при этом я чувствую себя так же в кайф, как, допустим, при любом другом деле. То есть, получается, свобода – это способность выбирать. И в данном случае, когда человек свободен, он не делает что-то, ну, например, потому что это надо делать, или потому что его навязчиво тянет, или, например, ему не приходится сдерживать себя от чего-то, например, если человеку нужно сдерживать себя от того, чтобы, например, не украсть что-то, это тоже уже не свобода. То есть, у него может быть зависимость от того, чтобы, ну, как говорят, клептомания, да, то есть, брать что-то, воровать. И таких зависимостей огромное количество. Поэтому суть в том, что они возникают по одной простой причине. Когда-то в прошлом у человека были случаи, когда он, ну, скажем так, получил очень сильный заряд в связи с этим. И потом ему пришлось утверждать свою правоту, что, например, правильно воровать, чтобы выживать. И вот эта зависимость у него потом происходит неосознанно. То есть, он уже не знает, что с ним что-то произошло в прошлом. Но он навязчиво утверждает свою правоту и, например, там, употребляет алкоголь, потому что он почему-то, ну, решил, что это выживательный способ. На бессознательном уровне, я хочу сказать. Потому что осознанно бывает, человек говорит, да, да, я не буду тыить, потому что, ну, там, как бы, я не хочу этого делать, я решил, что это не нужно. Но подсознательно на уровне стимулы реакции он все равно продолжает это делать. И то есть, ему сложно самому выпутаться из этого. И существует даже огромное количество программ, которые позволяют справиться с зависимостями. Это и анонимные алкоголики, система 12 шагов и много других подобных программ, то есть, которые выводят человека. И прежде всего, человек должен признать, что он на самом деле не может с этим справиться самостоятельно. Вот что важно. Это на самом деле самый первый шаг. И потом он обращается за помощью. Кто-то, некоторые обращаются за помощью к Богу или к высшим силам. Но можно обратиться за помощью и к другому человеку, который сможет помочь справиться с этой зависимостью. И в данном случае я сам справлялся с такой зависимостью. То есть, я сам, можно сказать, страдал от многих зависимостей. И от курения, и от алкоголя, и от различных веществ. То есть, и от игромании. И то есть, мне повезло. Я нашел технологию, которая помогла справиться с этим. Это технология процессинга. Технология, которая известна еще как auditing в саентологии. Она помогает убрать вот эту навязчивость, убрать негативный заряд, который от человека вызывает зависимость, по сути, желание что-то делать навязчиво. Потому что, если человек уже когда-то делал это, и он получил, например, наказание за это, то он потом может на уровне бессознательном навязчиво утверждать, что это нужно продолжать делать. Но он не осознает этого. И вот мы с человеком возвращаемся в прошлое и находим эти случаи, когда у него произошло вот это, ну, скажем так, негативный заряд, когда он навязчиво стал делать какие-то вещи. Когда он принял решение, что это путь к выживанию. Вот. И теперь он продолжает это делать. То есть, мы находим эти случаи и рассматриваем их. То есть, происходит перепроживание. И в результате вот этого перепроживания происходит восприятие, как есть, и он теперь осознает, ах да, вот же почему я бухаю. То есть, я бухаю лишь потому, что, например, мой папа бухал, и я в какой-то момент перенял образец этого поведения от него. И, может быть, еще и даже более глубокие осознания, что человек, например, осознает какие-то прошлые воплощения, когда, например, там его, ну, не знаю, там, он был пьяницей, да, и его, например, наказали за это, и он теперь продолжает это делать навязчиво. То есть, хотя он не понимает, почему это с ним происходит. И лишь в какие-то моменты, проблески, возможно, это понимание происходит. Где-то такое тонкое чувство. Это у каждого иногда бывает так. А может быть, это поэтому. Человек часто не задумывается, оставляет это. И вот в процессинге мы возвращаемся глубоко и находим эти случаи, прорабатываем их. Человеку приходит озарение. То есть, он действительно понимает, что он может теперь не делать это, может не бухать, может не курить, может, там, не заниматься навязчиво сексом, потому что есть сексоголики, которые не могут без секса. Вот, то есть, все это можно проработать. То есть, страсть к еде, когда человек переедает, это тоже зависимость. То есть, любая зависимость может быть проработана путем проработки прошлого. Это как исцеление перепроживанием, воспоминанием, то есть, возвращением в прошлое. Я сам прошел через это, поэтому, и я теперь провожу других людей, потому что я знаю, что это помогает, что это действенный способ. И этот действенный способ можно применить. Кому эта тема очень важна, кто хочет справиться с зависимостью, то вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию, где я подробно выслушаю вашу проблему, вашу ситуацию, и расскажу, как можно справиться с этим состоянием. Самое главное, это ваше желание. То есть, если вы осознанно готовы справляться с этим, то я помогу, я расскажу способ и проведу вас через болезненные инциденты, которые, по сути, и приводят в зависимость, и помогу с ней справиться. Так что пишите мне в Вайбере, все мои контакты будут указаны под этим видео. Можно написать, на самом деле, в любой соцсети. Просто в Вайбере я отвечаю быстрее всего. Или можно прямо сразу позвонить мне по телефону, по Вайберу, как вам удобно. Ватсап, Телеграм, любой способ связи. И, конечно же, я буду рад, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Если оно вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», палец вверх. И, конечно же, буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. И мы увидимся совсем скоро тогда. В следующем видео вам придет уведомление. Там колокольчик для уведомлений. Вам всего доброго и до скорой встречи.